всех приветствую я алена рябченко психолог коуч наставник и сегодня я хочу разобрать такую тему как избавление от денег слив денег потому что здесь на самом деле упаковано очень много программ вот в таком нашем поведении вот ряд этих программ я хочу разобрать первая программа когда мы избавляемся от денег а мы в детстве были лишены любви какого-то из родителей именно из-за денег то есть либо мама либо папа нам говорили что много работы что нам нужны деньги мне некогда с собой играть я должен идти на работу и так далее и у нас как у ребенка до у внутреннего ребенка формируется такое что все эти деньги просто ненавижу я буду избавляться от них потому что они у меня отняли кого-то это первая программа которую я достаточно часто прорабатываю на консультациях с клиентами когда вы ее прорабатываете у вас формируется такое что деньги здесь ни при чем с родителями тоже все было в порядке они научились жить так как они научились жить а у вас есть выбор и результат этой программы то что вы начинаете создавать свои отношения с деньгами но уже не в рамках родовой модели вторая модель вторая точнее программа которая является сливом это я не знаю как правильно распоряжаться деньгами то есть когда вы в детстве или подростковом возрасте получали осуждение за свой собственный выбор ну например вы просили какую-то игрушку вам мама говорила что за херня это нам не нужно потратить на что-то там более осмысленное опять выбрала какую-то там ерунду и вот это обесценивание выбора такое именно жесткое это не говорит о том что вы сейчас можете там детям своим не объяснять вы им именно объясняете что вы у нее спрашиваете ты действительно это хочешь или вот ты хочешь вот это вот это вот это у тебя есть твои деньги выбирай то что ты хочешь то есть таким образом мы прививаем ответственность к выбору но не просто осуждаем за то что ты сделал какой-то дурной дурацкий неверный выбор и когда у клиента есть вот эта травма клиент все время напрягается из-за наличия денег то есть для него деньги это большое напряжение потому что там потом нужно я же есть какие-то мои желания я хочу спиннинг купить за 25 тысяч но я не могу купить этот спиннинг за 25 потому что мне нужно правильно тратить эти деньги поэтому зачем мне вообще нужны эти деньги если я их не могу потратить на то что я хочу то что мне приносит удовольствие и соответственно человек начинает от этого избавляться когда мы прорабатываем эту программу что в результате появляется у клиента то есть человек начинает позволять себя он просто для себя становится твой разрешительной системы что какие хорошо ты хочешь денег тебе нужен спиннинг не вопрос иди купи кайфуй наслаждайся потому что ты их заработал и ты имеешь право их потратить на то что ты хочешь но и у человека начинается вот эта свобода соответственно если у него есть плюшки деньги ему начинают приносить радость вместо напряжения эти программа тоже достаточно такая часто когда мы начинаем сливать деньги это наша непроводимость то есть мы привыкли какому-то определенному объему то есть раньше это было там колбаса сыр в холодильнике и это уже все норма у кого-то это может быть установлена типа я получаю и так больше своих одноклассников у кого-то это может быть там я получаю больше всех на работе то есть мы ориентируемся не на личное удовлетворение а на какое-то придуманное такое понятие что если я вот достигая вот этой вот точки значит у меня все в порядке и свыше этого человек начинает сливать деньги потому что ему просто непонятно что с этим делать он об этом не думает он делает это просто на автомате и он начинает избегать или сливать деньги начинает а потенциал есть к примеру и он раз получил допустим 500 тысяч получил но проводимость у него на 200 такой так окей хорошо я и на следующий день поехал в машину разбил к примеру или там соседи затопили или срочно заболела собака на которую нужно там потратиться в определенной стоимости вот этот слив такой он вроде бы якобы от меня не зависящий но на самом деле когда мы убираем вот эти все наши реакции восприятие то как мы воспринимаем эту ситуацию напряжение вокруг этой всей истории ситуация решается сама собой и потом человек спокойно получает там 500 тысяч они у него лежат он не распоряжается ничего не ждет там карман и как бы все хорошо все в порядке ему не нужно конкурировать не нужно доказывать а четвертый момент это такой жесткий достаточно жесткий но он про уже можно сказать про карму не очень люблю это понятие но тем не менее про свой духовный выбор я это называю то есть когда человек пришел с такой задачей прям раньше в прошлых каких-то воплощениях была сильная материализованность то есть деньги решают все там деньги это власть деньги можно за деньги можно все купить и так далее в этом воплощении уже хочется душе выйти на какой-то другой уровень и ставить себе задачи и у таких людей вообще обнуление может происходить на ровном месте как только человек попадает вот в эту опять программу эгоизма в программу власти еще у него просто перекрываются все денежные каналы и это моя история ну предыдущая это тоже моя история но вот это вот она для меня особо болезненно потому что я очень злилась такие моменты долго не понимала что происходит то есть у меня было все нормально все хорошо я не замечала как я там ухожу в какое-то достигаторство и у меня в какой-то момент вот просто ну нет клиентов абсолютно там по инвестициям какие-то провалы или я вкладываюсь какие-то проекты которые прогорают и все вот просто точка какой-то нулевой причем она такая что вот ну нет денег вот прям в прямом смысле слова их нет и самое главное такое тупиковое состояние как будто я не могу двигаться вперед или ощущение такого какого-то вакуума типа там где-то реальность а тут какой-то сюр непонятный происходит и вообще что происходит злость какая-то непринятие всего происходящего в то же самое время желание какое-то что-то там доказать прочие моменты вот такие вот вещи они нам нужны для того чтобы спуститься на дно и в какой-то степени показать себе что прими эту ситуацию просто решится когда мы уже переходим в состояние какой-то легкости когда мы переходим уже в состояние я это называю божественной халявой когда мы просто живем в токе и когда нам уже не нужно контролировать не нужно себя выстраивать прочие прочие моменты это четвертый момент пятый момент это тоже могут быть какие-то подсознательные такие установки типа я вам докажу про свою независимость но на самом деле у человека задача близких отношений семьи там выстраивание клана то есть тут идет конфликт конфликт человек не выполняет свою задачу отвлекаясь постоянно на вопросы с деньгами и чтобы вопросы с деньгами не закрывались там постоянно нужны какие-то проблемы то есть основная задача у души создать близкие отношения семью традиции принятие какое-то такое крепкие может быть отношению там у мужчины по-своему женщины по-своему человек не на связи со своей душой он говорит так все плохие как бы мне никто не любит меня никто не понимает я никому не нужен там вот эта история я буду решать вопросы с деньгами а вопросы с деньгами решить не получается вот это тоже но это такое чуть поглубже уже вопросы последние два но тем не менее когда мы прорабатываем вот эти последние два вопроса то есть мы принимаем и уровень стресса снижается есть просто точка принятия расслабление но в то же самое время здесь важно заземляться вот в эти моменты не просто чтобы уйти в какой-то игнор или отрицание типа ну ладно как-нибудь там прокатит а именно принять что я выхожу на другой уровень восприятия я на другом уровне уже соединяюсь деньгами то есть мне не просто надо сейчас уже какие-то действия делать чтобы системно там получать да или зарабатывать эти деньги а мне нужно соединиться по-другому с этими деньгами чтобы просто канала снова открылись мы это прорабатываем и снова начинается все легко и просто человек легко там делает какие-то ключевые действия или его клиент сами находит во втором в пятом точнее вопросе во втором духовном запросе когда мы прорабатываем то человек понимать что да мне реально тяжело мне много гордыни мне тяжело просить мне тяжело показывать свою уязвимость слабость и в деньгах я постоянно такой на в наборе я показываю свою какую-то силу мы эта борьба она для меня привычна а вот эти вот розовые непонятно что это для меня непонятно но когда мы действительно попадаем уже в сердце открываем соединяемся с душой то у человека идет это раскрытие как обычно через боль через там слезы проживания вот этого опыта знаете ну можно сказать что мы в это время встаем на колени да в прямом смысле слова там вы не ставят нас такие условия что вот все вот настолько непросто потому что человек так много боролся это не одно воплощение может быть и вот какой-то момент он сдается и это сдача она такая ну вот так до мурашек до больших мурашек такие и когда мы это тоже проживаем и переориентацию делаем ценностей что для меня действительно не деньги важны и по моё положение за счет денег а мне важны уважительные отношения добрые отношения человеческие отношения близкие отношения любовь в отношениях до понимания какая-то иерархия в отношениях и да деньги они тоже важны но они вторичны в этом вопросе но тут не то что то первое второе но это в любом случае смена ориентации приоритетов идет ценностей основных это вот основные такие пять проблематичных зон с деньгами которые можно решить и увеличить свой доход ну ничего не делая дополнительно потому что это когда наша вообще энергетическая емкость сужается или когда перекрываются какие-то каналы через которые мы получаем денежную энергию когда нас видят клиенты да когда я вообще много лет работала только на сарафанке например ну вот и не задумывалась о том что там надо делать рекламу какую-то там и как только я начала этими вопросами там задаваться что я хочу там увеличить мне надо систему какую-то мне вот надо строить традиционный бизнес у меня происходил слив я сейчас пользуюсь рекламой но это тоже настроена в общем моя моя внутренняя иерархия она тоже настроена в ценностях и приоритетах и пока она не была настроена у меня были качели и почему я веду наставничество ну потому что как раз таки и я наставничество веду не результативную а именно внутреннюю настройку мы работаем с энергетикой мы работаем с мышлением то что вы создаете мы работаем с вашей собственной системностью то есть у каждого человека на самом деле есть системность потому что мы с утра просыпаемся чистим зубы наслись какие-то ритуалы есть то что нам нравится делать есть то что нам не нравится делать но жизнь показывает что это надо делать и есть то что вообще не обязательно делать я могу это не выбирать но я почему-то заставляю например себя выбирать вот это все это все присутствует и когда мы во всем этом разбираемся и каждую связку налаживаем через ваше сердце то есть вы прям понимаете что да я здесь есть да вот через меня я чувствую прям что я в потоке в каком-то через меня это течет и мне не нужно прилагать никаких усилий вы можете в там делать все что угодно на какие-то научные исследования открывать большой бизнес макро международный бизнес не имеет значения но это вам просто дается легко и это не для всех абсолютно потому что кому-то кто-то проходит сейчас это обстановление например и ему нужно через дисциплину двигаться через какую-то силу воли нас абсолютно разные уровни и разные этапы и говорить о том что одна система или там одно какое-то упражнение или один инструмент или одно направление подходит абсолютно всем это совершенно глупо и нелогично неразумно и так далее потому что мы индивидуальны и у нас еще есть вот эти вот как раз уровни когда вы решили все свои внутренние затыки сфере денег у вас эта сфера она не подсвечивается как самая основная вообще когда сфера денег самая основная это отвлечение всегда от какой-то более глубокой и более трогающей темы более болезненной темы мне некогда разбираться с этими вещами я сейчас сначала заработаю денег мне некогда там играть с детьми мне нужно зарабатывать денег потому что я придумал что мне там нужно обеспечивать или мне не надо выстраивать отношения потому что мне сейчас нужно заработать денег чтобы там якобы встретить какого-то успешного мужчину это не говорит о том что тема денег в целом не должна светиться или не должна быть например на уровне каких-то ценностей абсолютно нет она у вас может быть на уровне ценностей она не перекрывает просто человечность супер отлично просто до на сегодня это все и увидимся с вами следующих видео и Продолжение следует...